В Сибири разработают гастрономическую карту. Перечень блюд, призванный привлечь международных туристов. Такую задачу регионам Ростуризм поставил в начале этого года и работа уже активно ведется. Составлен первичный реестр исключительно сибирских блюд из местного сырья. И счет в перечне уже идет на десятки. Виктор Самусенко пообщался с экспертами на эту тему. Какими вкусностями мы можем удивить гостей? Ему слово. Сиг малой соли, сентябрьский тугунок с отварной картошечкой, пирог из налима, оленей котлетки с пюрешкой, строганина, сагудай. Блюда, которые большинство сибиряков знакомы с детства, должны стать известны всему миру. В этом и цель создания гастрономической карты Сибири, которая станет частью общероссийской. Ее разработают к июлю этого года. Есть уже и рабочее название «Вкус Сибири» и первичный список блюд и напитков, которыми будут соблазнять иностранцев. Мы составили небольшой реестр региональной кухни нашей местной из самых таких популярных блюд. Причем они были составлены тоже не случайно. Все это такая системная достаточно работа. Мы провели народное голосование. В реестр сейчас стало 31 блюдо и напиток, которые легли в основу этого реестра. Возможно, я думаю, что скорее всего это и должно так быть. Проект должен развиваться и этот реестр должен наполняться. И это только Красноярский край незабываемых специалитетов, блюд традиционной кухни, на столах у наших соседей Алтая, Хакасии, Бурятии, хватая с лихвой. Вот и решили объединить этот праздник живота, обернуть в красивую упаковку и подать туристам. И именно медийного продвижения так называемого «Вкуса Сибири» ей матушке сейчас и не хватает, уверен шеф-повар Евгений Баранников. Сибирь-то у нас богатая, красивая и многограммная. Просто ее нужно показать, ее никто не знает. Представляешь, каково это, как говорится, в предбаннике мед с чаем пить после бани, а потом в снег, а потом обратно. И они уже не смотрят, как на Crazy Russia. Они смотрят на то, какие мы сильные, на то, какие мы богатые. И внутри, не именно вот просто богатые, а изнутри мы богатые люди. Традиционная сибирская кухня представлена в некоторых ресторациях Красноярска. Хозяин тайги, суриков, годолов. Отдельные меню с местными блюдами появляются и в многопрофильных заведениях. Однако, учитывая цены на сырье, да плюс логистика, авиации, стоимость конечного блюда порой высокая. 500 рублей за ушицу, извольте-ка, не всякий турист соблазнится. А вот в бюджетные и средние сегменты местные рестораторы почему-то не вкладываются. Я сегодня сорвал рыжики, я пришел домой, быстро их настрогал, заправил сметанкой, посолил, там лучку дубавил и кушал. Игорь Шейн не просто ресторанный критик. Он гастрономический историк, изучающий местную кухню. Классическую, подчеркивает он, это все то, что готовили в Сибири до революции. Даже книгу написал сибирский парадный стол, зачитаешься. Суп Александрин с молодыми яблоками и свежей капустой. Гуревская каша уруме. Аспази из Нельмы. Тельная из Муксуна. Никто уже и не помнит, что это вообще такое. А он знает и даже держит под рукой рецепты. 4-5 блюд на каждое время года. Бери, готовь, продвигай. Мы могли бы составить меню, меню из не только сибирских блюд. Мы могли бы составить меню из красноярских блюд, которые предпочитали красноярцы в классический период до советской власти. И, конечно же, сезонность. У меня не просто ощущение, у меня убежденность в том, что мы забываем, 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 забываем. Министр культуры и туризма края Елена Мироненко, которая на днях вновь возглавила Координационный совет по туризму в Сибирском федеральном округе, предрекает самому вкусному нашему фестивалю Енисейской ухе долгую счастливую жизнь и продвижение. Кроме того, уже к осени должен выйти в печать и в мировую сеть целый справочник о местной традиционной кухне. Краевой чиновник, рассказав о гастрономических планах, не сдержалась. Поделилась с нами, какое местное блюдо любит больше всего. У нас один раз был момент, когда мама испекла вот этот знаменитый сибирский черемуховый пирог. И он предназначался вообще-то для всей семьи. Но половину этого пирога съела я одна, потому что я не могла остановиться. Это, конечно, безумно вкусно, потому что у бабушки росла огромная черемуха прямо под окном. И для нас было особым наслаждением ее собирать, потом ее сушить, потом ее дробили. Истории популяризации сибирской кухни пруд-пруди. Чего стоит один бар-чемодан полюбившийся актеру Олегу Меншикову настолько, что он открыл почти такой же в Москве. Не без трудностей, конечно, но избалованным столичным жителям, как говорится, зашло. Зайдет и иностранцам. Ну а мы, скромные, но гордые провинциалы, после этого сюжета наверняка мысленно встретимся у холодильника. И в завершении выпуска приятный сюрприз для наших зрителей, любителей футбола. В час ночи на нашем телеканале прямая трансляция ответного матча Енисей-Анжи. Не пропустите. Совсем скоро мы узнаем, выйдет ли Красноярский Енисей в высшей дивизиону российского футбола Премьер-лигу. Сегодня это решится в Каспийске в ответном переходном матче с клубом Анжи. Первая игра, которая прошла в Красноярске в четверг, закончилась со счетом 3-0 в пользу Енисея. И теперь нашей команде надо отстоять это преимущество, чтобы впервые в своей истории выйти в Премьер-лигу. Встреча, напомню, начнется в 9 вечера по Москве. То есть у нас будет час ночи. Телеканал Енисей покажет матч в прямом эфире. На этом все. С вами был Ян Ермешов. Увидимся в этой студии через неделю. А пока пожелаем успеха Енисею. Готовимся поболеть за наших. Оле!